Пропуск, паспорт и ручка. 30 мая по всей республике сдавали экзамен и тестирование по белорусскому и русскому языкам. Жаркая пора экзаменов стартовала еще в понедельник, 27 мая, а уже в среду более 6 тысяч выпускников написали экзамен по русскому и белорусскому языкам. Вместе с ними проходили испытания и 794 выпускника прошлых лет. Это абитуриенты, которые решили поступать в высшие учебные заведения. Напомним, ЦА и ЦТ грудненские выпускники проходят в Купаловском и Аграрном университетах. Тестирование проходит в рабочем, спокойном, нормальном режиме. Мы стараемся создать такие условия, чтобы ребята не беспокоились ни о чем и, главное, показали те знания, которые они получили за 11 лет, обучаясь в школе. Мы являемся таким региональным центром тестирования, пунктом тестирования и были все время в Гродненской области. Поэтому мы имеем очень богатый опыт проведения вступительных испытаний вот таким образом. Организаторы уверяют, для успешного прохождения испытаний в аудиториях есть все самое необходимое – часы, вода и информационные стенды. В каждом корпусе дежурят медицинские работники. По всем вопросам организации ЦТ и ЦЭ можно обратиться на горячую линию. Что касается работы горячей линии, она работает, на нее поступило уже 10 звонков. Все они касались, в основном, таких чисто организационно-бытовых вопросов бы их назвал. Но я хочу всех заверить о том, что не нужно волноваться. Во всех пунктах организовано дежурство медицинского персонала. Они оснащены всем необходимым. Во всех аудиториях имеется вода, имеются часы, ну и все, что должно быть для проведения тестирования. Напомним, на вступительные испытания собой можно взять только паспорт, ручку и знания. Любые технические средства, мобильные телефоны, умные часы и другие гаджеты запрещены. За нарушение правил абитуриентов ждет удаление из аудитории.